Владимир Кличко «Null nicht schief» 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 Давай, давай. Вот и первый раунд. У меня складывается впечатление, что Кори Сандерс длинного боя не выдержит. Не только в силу своего возраста. В принципе-то все свои победы он одержал где-то в основном в начале боя. Если бой затягивался, Кори Сандерс практически снижал обороты. Его арсенал тратился. И все на этом кончалось. Даже в победных боях он не очень убедительно выглядел. Конечно, главное оружие, как вы знаете, против левши, это хороший точный правый удар. А также умение ставить себя в выгодное положение. Заходить за переднюю руку противника. Собственно, и левша должен делать это, стремиться к этому. Сандерс предлагает низкий темп. Ему это выгодно, но и Владимиру тоже, в общем, спешить некуда. Но вот это вот нельзя допускать никак. Ни в коем случае пропускать у Сандерса нельзя, потому что он все-таки тяжеловес. Не в коем случае пропускать у Сандерса нельзя, потому что он все-таки тяжеловес. Еще одна вещь. Ох ты мой, что же произошло-то? Как будто шло. Ни в коем случае нельзя было сейчас принимать на себя атаку Сандерса. А он просто хватать его было и держать. Да, приходится признать, что просто гонок спасает молодого. Заходите на меня в коем случаеfe. Пошли, мы играем на него. Надо было это предвидеть. Надо было предвидеть и Владимиру. И самое главное, с Дунеком. В начале боя позволить возрастному боксеру провести такую атаку. Никак нельзя было. Сдуник обязан был настраивать своего бойца, предостеречь его и прикрыть жёстко. Конечно, вот что такое левша. Вот это зеркальное отражение самого себя. Тогда удар идёт с совершенно неожиданной стороны. Ну вот, друзья. Как всё это кончилось? Это кончилось таким образом, как никто вообще не предполагал. Все специалисты, все знатоки, все придерживались того же мнения, которое и я высказал, что классом Владимир выше, чем Кори Сандерс. Вот две ошибки привели к роковому результату. В этом ещё долго будут разбираться, пытаясь понять, что же на самом деле произошло. Кто допустил ошибку. Ну, понятное дело, что боксёры допустил ошибку. А в этом весе любая ошибка чревата тяжёлым поражением. Вот вам, пожалуйста, повтор, где Владимир идёт просто на удар. В то время как он обязан был заходить за переднюю руку Сандерса. Я представляю, как себя Виталий сейчас чувствует. Для него это всё гораздо тяжелее, может быть, даже, чем для брата. Хотя то, что я говорю вам, может казаться нелепостью. Но я вас уверяю, это именно так. Думаю, что анализ этого боя о многом скажет. Здесь, может быть, и психологическая была неготовность, если можно так выразиться. Нелепое выражение. Но мне казалось, что никто не сомневался в победе Владимира. И он был абсолютно убеждён, что с этим-то противником-то он разберётся. Джордж Форман, Лэри Мерчинт, HBO, знаменитый комментатор. Что они сейчас говорят, любопытно было бы послушать. А не надо забывать, что огромное количество скептиков сейчас в Соединённых Штатах. Возникнут со своими воспоминаниями. Мы вам говорили, мы предупреждали о наших сомнениях и так далее в отношении братьев Кличко. Ну, не надо забывать. Великие бойцы падали. И Ленекс Льюис падал. И Тайсон падал. Это тяжёлый вес. Да. Кори, конечно, в этом бою превзошёл самого себя. Я вам говорил, что это храбрый тяжеловес и с тяжёлым кулаком. И об этом нужно было помнить до боя. Я думаю, что Кори сейчас вырвется во все эти мировые рейтинги, во все эти топ-10, высшие десятки и так далее. Но это мало что изменит в том, о чём я вам говорил. Это не звезда. И таковым он и останется. Что касается Владимира Кличко, не надо думать, что для него всё кончено. Я думаю, что тот потенциал, которым он обладает, требует развития. Того развития, которое вряд ли его тренер Фридс Дунник может ему дать. Не хочу ничего навязывать. Но всё-таки, мне кажется, братьям Кличко нужен тренер гораздо более интересный, нестандартный, неоднообразный. Пока можно было эксплуатировать физические данные, рост и мощь братьев Кличко, Сдунник был на высоте. Сейчас нужны совершенно другие подходы. Я думаю, что, поскольку оба они очень неглупые ребята, они к этому отнесутся с полной серьёзностью после этого поражения и постараются что-то изменить. Возможности такие есть. Вот видите, нельзя идти было на левшу с левым ударом, откинув голову назад. Ну, что тут поделаешь? Бокс есть бокс. Он непредсказуем. А непредсказуем с тяжёлым весом, это вообще императив. Вот так, друзья, закончился этот бой. К нашему разочарованию. Ну, думаю, что списывать братьев Кличко со счетов никто не станет. И мы с вами тоже этого делать не будем. Нам следует поздравить Пори Сэндерса. Это боец, который в свои 37 лет сделал то, на что, как многие думали, он совершенно не способен. Так что, я думаю, это высшее достижение в его спортивной карьере. Это бит explainение. Это битес score.